И всем привет, ребят, с вами Стрвангель, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат-аккаунту, этого брата до легенды на Страйкере. Сегодня у нас уже полноценная 16 серия на этом аккаунте. И сегодня у нас тот самый день, когда мы сделаем ходы в нашей мини-игре. Сегодня у нас последний день мини-игры. И я надеюсь на то, что хотя бы один полноценный круг мы вместе с вами пройдем. Но, для начала, как всегда, мы сначала начинаем с открытия контейнеров. На предыдущей части у нас набралось около 150 лайков. Соответственно, 15 контов мы сегодня вместе с вами откроем. Ну и плюс ко всему, выполним заданку. Я тут впервые, впервые выполнил специально две заданки, потому что иначе надо было бы потратить на этом видосе крайне большое количество времени. Выполнил две заданки и плюс еще командный бой заданка осталось у нас 1500. Постараемся как можно быстрее ее выполнить и уже приступить к ходам в мини-игре. На данный период времени в мини-игре у меня 264 конфеты. Это все возможные конфеты, которые я получил с исключительно заданок. И при этом, в всем раскладе, один день я пропустил. Один день я пропустил. Один день я не выполнял их. Поэтому давайте открывать контейнеры. У меня до сих пор нет аптечек на аккаунте. Также идет прокачка диктатора страйкера. К слову, страйкер у нас уже докачался. Мы его ставим на следующий шаг. Уже у нас на пятый шаг качается диктатор и на пятый шаг качается страйкер. Ну и было бы неплохо, если бы мне и кристаллов упало, и аптечек упало, которых у меня уже нету. 60 контов есть. До 45 открываем. По единичке, как всегда. 25 как ри. Это очень хорошо. Броня. Сейчас бы еще аптеки упали бы. 10 как ри. Нормально 35 в сумме. Батареечки. ДДшки. Ну, аптек, 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 аптек. Мины, это, конечно, хорошо. О, 100 всех припасов. Это хорошо. Супер. 3 500. Нитрушка. Еще 3 500. О, еще 100 всех. Очень хорошо. Настя, 200 аптек упало. И осталось нам открыть еще 3 конта. Раз. 3 500. Кристаллов насыпало. 1, 2 и 3. И еще 10 как ри. Супер, 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 супер. Где-то около 70 тысяч кристаллов мы плюсанули. За 15 контов. Это очень хорошие цифры. При том, что у меня еще есть 17 недельных контейнеров. Которые в любой момент я могу открыть по необходимости. Поэтому стараемся сейчас быстро выполнить заданку с полторушечкой TDM. У меня уже, к слову, ну, с такими прокачками на этом аккаунте получается все намного... Ой, куда я пикую? Намного и намного комфортнее и проще. Соответственно, думаю, что сейчас мы, ну, постараемся, постараемся, не буду ничего обещать, но постараемся полторушку дать за один бой. Если, конечно, будет подходящая карта и не совсем жесткий противник. Но если вдруг за один бой я набью, например, там 1200, больше 1000, то вторую катку, я думаю, что мы до конца катать не будем. И сразу же быстро попытаемся ее добить. Но у нас закидывает не на самую приятную карту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не подлагивай, так пожалуйста. Вот так вот у меня бывает, когда я запикиваюсь первый бой в матчмейкинговую каточку. Вот первый бой у меня вот так вот происходит, вот с такими лагами первые где-то секунд 15. И это уже, ну, предельно, ну, не знаю сколько времени уже. Месяц, наверное, может даже больше. Вот такие вот лаги встречаются. Ребята, вот такое есть? Есть что-то похожее? Или это у меня просто уже моментами просто комп не вывозит? Не знаю. Но я начал все чаще и чаще с такой ерундой сталкиваться. Ну, все, сейчас уже вроде как все в полном порядке. Кто-то говорил, что это связано с тенями. Эти тени теперь начали давать какую-то большую нагрузку. Может быть, кто-то из вас шарит за эту тему? Если кто-то шарит, отпишите. Будет очень интересно все эти моменты прочитать. Вика Изидов стала АФК, а могла бы мне неплохо БХПшки дать. Там просто стоит АФК, чел. Ну, чел, конечно. Конкретный чел. Так, пробуем накидывать. О, найс, Изида активировалась. Может, он думал, что я стримлю? Вот, заметил знакомый никнейм. Не знаю. Но это мое чисто предположение. Так. Постараемся сейчас законтролить центральный овер. Потому что он мне может очень неплохо так подбустить. Ну, и вот этот вот момент. То, что у меня теперь уже 200 аптек есть. Это очень хорошо. Это прям очень хорошо. В ситуациях определенных бывает очень часто, что мне не хватает аптечки. А сейчас у меня их целых 200 штук имеется. Так, на респе не успел я задержаться. Так, 100 очков. 100 очков за сколько? За 2 минуты, да? 100 очков. Маловато, если честно. Маловато. О, голд падает. Голд это то, что нам надо. Голд это очень неплохо. Голд можно и законтролить. Попробуем. Еще что-то будет падать. Может, еще что-то интересное поймаем. Сейчас попробуем. Ну, для начала было бы неплохо дает голд забрать. Просто тыщеночку сюда на базу. Вот там еще одна тысяча падает. Не-не-не-нет. Ой-ой-ой. Нифига себе меня столкнули жестко. Я думал, что меня не... Мою кабину на диктаторе никто даже столкнуть не сможет. А меня просто подвинули, как будто... Как будто там васпик какой-то стоял. Так. 98% овердрайва. Это очень хорошо. Сейчас мы попробуем быстренько его где-то тут реализовать. Реализовать. Отлично. Здесь там какая-то смока есть с отключением расходки. Главное, чтобы она мне еще раз не отключила ее. Иначе будет тилтовая темочка. Давайте накидываем. Хорошо. Еще добавки. Ах, не успел. Мой, ну тяжелую катку мне, конечно, запикало. Я думал, что будет что-то, что-то полегче. Тут как-то прям очень тяжело. Когда ты играешь уже против легенд, а не против своих звонок, в моменте уже думаешь, что да ну его нафиг, почему так тяжко. Уже хочется даже перепикнуть. Думаешь, блин, ну можно же было просто против своих званий сыграть. А не играть против типов, которые жестко тут будут меня уничтожать. Ну ладно. Попытаемся сейчас закрепиться на вражеском респе. Если получится это сделать, будет очень хорошо. Вот если таких вот просто АФКшников я буду сливать, например. Тут у них шахты какие-то стоят. Еще что-то кто-то. Кто-то что-то тут стоит, да? Покидаем сейчас урончик. Здесь где-то был Кавтеский. Бомбу ставят. Гениальная бомба, кстати. Рабочая. Рабочая только чуть-чуть не сработала. Как-то рисую еще бы слить. Повернется он, интересно, на меня. Не, я вообще не понимаю, куда у него урон летит. Он даже не понимает, что ему в спину просто стоит страйкер, накидывает. Вот, чисто на своей волне. На своем чиле, на своем расслабончике, чел. Мне нравятся такие игроки. О, Воспик приехал опять этот же самый. Давайте я ему сейчас в пиксу накидаю чуть-чуть. Оп, туда его, да? Оп, туда. Оп, туда вы стрелочки хорошие залетели. Оп, а рельса уже заметила, да? Уже поняла, откуда ей накидочка прилетала. Так, миночку. Контенту. Офигеть, как-то он мне две подряд рельсы с оглушением дал. Три подряд с оглушением. Ты чего, дядя? Осторожней. Прекращай. Не надо так жестко. Давай без таких приколов больше. Три подряд с оглушением рельсы. Это больно. Так, это у меня жизнь не готовила. Три с оглушением получать подряд. Так, давайте накидочку. Туда, туда, туда еще. Еще туда бы урончику чуть-чуть бы накинуть. Так, уже дд появилось. Хорошо. Подлак небольшой. Надеюсь, что это подлак вообще не у меня. У меня что-то тоже в последнее время какие-то подлаги появляются. Непонятно откуда. Ой, что-то я торопился с аптекой. Ладно. Со страху прожал. Думал, сейчас меня как тип унесет. Но очень быстро. А он там как-то маловато урона наносил. Так, у меня есть овер. У меня есть овер. Я и тиммейт. Лично раздам ему. Раздам ему. И пытаю хотя бы вот этого мамы-то слить. Что он делает, только я не понимаю. Думаю, что он целится. Он расходку прожимает. И что-то стоит АФК. Странные. Очень много типов. В последнее время в матчмейтинге стал. И еще не понимаю логики их игры. Вообще не понимаю. То есть даже если я сильно захочу понять, что он делает, я не смогу понять. Ну, не знаю. Прям как-то максимально странные мувы у игроков стали появляться. Может они все половина с телефонов играют. Есть и такой вариант в моей голове. Но мне непонятна их логика. Так, 400 очков у нас. 400 очков. Мне надо полторушку. Мне надо полторушечку. 400 это крайне мало, если честно. Это крайне мало. Это прям очень мало. Это прям вообще копейки. Для такой катки это... Ну, для такой катки, наверное, это неплохо. Потому что я с легендами на первом месте. И даю все, что могу. Но... С точки зрения заданки своей, мне, конечно, было бы неплохо. Если бы у меня было побольше. Кстати, надо еще поставить на прокачку бустера. А то я забыл. Я забыл. У нас уже прокачка бустера идет. Полным ходом. Давайте попробуем сводочку оформить. Не знаю, насколько это правильное решение. Но попробуем. Это было глупое решение. Ну, это было очевидно, что он мне расходку собьет. Собьет расходку. Потом без расходки я просто дам выстрел. Можно было под расходки нормально накидать ему. Ну, ладно. Постараемся. Понять даже не то, что постараемся. Понадеемся, что у меня во второй бой. И нет. Где будет играть примерно мои звания. И мы сумеем быстро выполнить заданку. Потому что я понимаю, что здесь уже будет у нас точно досрочка. Это 100%. Сейчас у нас сделали ТДМку на 150 килов. Соответственно, осталось всего лишь 40-очка. Ну, и надеемся, что закинет со своими званиями. Со своими званиями я бы мог бы, ну, уже бы на такой период времени набить где-то около, наверное, 40 килов. А сейчас у меня только 24. Но это неплохой, конечно, результат против легенд. Имея такое вооружение, имея такой гараж. Но хотелось бы всегда, конечно же, большего. Хотелось бы большего чего-то набить. Что-то заформить. Но пока что мы больше его не имеем, к сожалению. Так. Кстати, у меня еще резист от шафта на 25%. А я его до 30-ки качнуть не могу. Мне это почему-то кажется, что я его могу до 30-ки качнуть прямо сейчас. Не? Там же вроде появляется раньше страйкера. Почему я резист до сих пор не купил? Надо будет этот момент рассмотреть. Почему у меня рез 25. И на бустер прокачечку тоже поставить надо. Так, 28 килов. Ну, сейчас вообще прям максимально все плохо получается. Прям вообще максимально плохо. Это при том раскладе, что я выполнил две заданки, да? Не забывайте этот момент. Если бы я еще бы эти две заданки не выполнил, то представляете, сколько бы мне нужно было бы потратить времени, чтобы просто выполнить миссии и получить 12 конфет, да? Жесть. У нас, кстати, еще супермиссии тоже идут. Может какая-нибудь супермиссия на халяву выполнится, пока я буду выполнять эти заданки. Хотя вряд ли. Там довольно много надо было. Довольно много надо было набивать. Единственное, что меня радует, это то, что у меня сейчас на этом маке начали очень хорошо формиться контейнеры. Вот этот мне момент очень нравится. За счет того, что у меня много контов, я могу не переживать. И в любой момент, если у меня там заканчивается расходка, заканчиваются кристаллы, я эти кристаллы смогу получить. Плюс еще нужно не забывать, что у меня недельные конты, с которых с каждого по 10 тысяч кристаллов. А у меня их вроде 17 штук. То есть у меня еще там в копилке лежит 170 кокри. Это тоже очень хороший бонус. Так, страйкер будет прыгать, интересно. Прыгнет? Да, прыгает. Теперь его унести или нет? Нет, походу нет. Жесткий стип, 50% рез. Так, 4 кила осталось. Я набил всего лишь 500 очков. Еще целую тысячу мне надо колотить. То есть мне нужно сыграть еще одну полноценную 15-минутную. Ну, тут как бы закончилась, конечно, катка за полбоя. За... Ну, за 10 минут, ладно, не за полбоя. За 10 минут, но все равно. Так, недельные у меня, кстати, тоже скоро появляются. Так. Что я хотел? Я хотел... Я хотел в гараже взять... Взять, 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 посмотреть резист для начала. Ой. Не то сделал. Я его снял. Так, улучшение. Да, МК-6 я могу купить. За сотку, офигеть. А что так дорого? Нифига себе. По-богатому получается. За 100 тысяч кристаллов. Приобрел 5%. Офигеть. Жестко. Так, и нужно прокачать дрон, 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 дрон. Бустер. А, бустер еще качается. Еще 17 часов. Значит, завтра я только смогу его поставить. Брут у меня фулловый. Так. ГС у меня 7,5. Кстати, после обновления ГС на моем аккаунте здесь стало больше. Потому что я так понимаю, что за дрон теперь дают намного больше самого ГСа. Так, 130к. Ну, блин. Я теперь уже не такой богатый получается. Когда-то у меня было здесь много кристаллов лишних. А сейчас все. Все. 130к. Я уже не такой богач. Уже все плохо. Надеюсь, что сейчас с челленджов здесь чуть-чуть насыпет крисов. Заданок тоже что-то подсыпет. Плюс контейнеры. Это, ну, в принципе. Я думаю, что мне будет хватать на прокачку. Я надеюсь на то, что мне будет хватать на прокачку. Здесь заданка ТТД. Ой, ЦПшки. ЦПшки. Использовать ускорение 330 раз. Не, ну, эти заданки я не смогу выполнить. Довольно много. Там надо 330 нитр. И еще 3000 очков. ЦП. Это многовато. К сожалению. К сожалению. Я столько много не смогу. Не смогу сделать. Ну, ладно. Ладно. Ничего страшного. Так, что-то меня не кидает никуда. Минуту уже ищет бой. И этот момент мне, если честно, не особо нравится. Потому что, когда такие долгие катки ищутся, чаще всего закидывает в новую каточку. И в новую каточку именно с легендами. А если меня сейчас закинет опять катку с легендами, то... Есть большая вероятность, что я не успею набить такое большое количество очков. Это плохо. Это плохо. Очень, очень плохо. Ну, ладно. Надеемся на то, что что-то будет сейчас нормальное, контентовое. Ой, карта... О! Ну, звание хорошее. Звание прям хорошее. Звание прям конкретно хорошее. Но... Карта не самая лучшая. Ну, здесь сверху было бы неплохо, наверное, встать. Сейчас попробую овердрайв законтролить. Постаю за контролем овер. И потом уже после овердрайва отправлюсь к ним на респа. После вражеского респа. После вражеского респа уже можно будет... Можно будет лететь наверх и сверху уже контролить позицию. Так, ну да. Здесь нормальные ваншоты залетать будут. Сейчас я чувствую. Хорошенькие такие. Контентовые. Так, что-то попасть не могу никак. Не могу. Найти дистанцию, с которой попасть по типу. Так, где мы овердрайв? Уже прошла минута. Овера до сих пор нету. Дайте овер, плиз. Я что, зря стою тут? Дайте овер, и я поеду отсюда. С миром. С миром поеду отсюда. Так. Так. На, от века громчик какой-то надоедает, да? Нормально. Выдержал еще один гром. Хорошо. Думаешь, что он меня сольет до сих пор, да? До сих пор думаешь, что он сможет перестрелять? А там вообще двое века грома. Уже было даже в дальнего стрелять. А от этого с плэшом добавлять. Так, опять какой-то подлак. Хорошо, слил. Где овер, я не понимаю. Где овердрайв? Уже время сколько прошло? Уже он должен падать. Уже прям 100% должен падать. У него уже 15 секунд осталось. Меня сейчас сольют, и овер упадет. Смотрите. Вот это я победитель по жизни. Просто проверяйте, проверяйте. Оп. Видите? Видите? Вот я мог стоять минуту почти 50. Почти минуту 50 я стоял на оверке. Она не упала. Как только я слился, овердрайв сразу упал. Дефолтная тема на мистер баночки. Просто дефолт. Вот это дефолт. Вот это я называю просто дефолтная тема. Просто дефолтная. Вот так вот оно всегда работает. Я не знаю. Ну, максимальное невезение. Но это я. Это просто я. Я во всей красе. Вот это я и моя удача. Я и моя удача. Это вот именно тот случай. Так. Мне бы сейчас было бы неплохо овердрайв где-то раздать. 185 очков. Очки хорошо идут. Даже я бы сказал шикарно идут. Сейчас мы занимаем позицию сверху. И стараемся плотненько накидывать урон. У нас вроде команда. Ну, такая. Тредненькая. Не сказать, что жесткая. Против там уже генералов напикало. Но там я смотрю такие генералы. Они в принципе даже чем-то на оронков похожи. Эти генералы. Поэтому, наверное, они нам особо проблем в этом бою не сделают. Единственное, шафт может ваншотнуть. Главное, чтобы мне эти ваншоты не залетали. Если ваншоты залетать мне не будут в кабину, то в принципе, наверное, я все сумею сделать. И сделать очень даже просто. Так, хороший туда залетает выстрел. Еще один контентовый. Еще одна добавка. Ну, 0 хп осталось у мамонта. 0 хп. Даже если он и не зал аптеку, у него все равно нулиночка. Так, овердрайв был во сколько? Овердрайв был в 13... 13.15, да? Значит, сейчас уже будет овер. Давайте попробуем законтролить его. Едем на овердрайв. Ну, блин, друг ты мой хороший. Зачем ты едешь туда? Не дай бог, сейчас упадет овер, он его заберет. Хорошо. Давай, падай. Ясно. Второй раз? Второй раз победитель по жизни? Да. Второй раз победитель по жизни. Ну, ладно. Один раз это еще... Ладно. Но дважды это уже, конечно, жестко. И вот появляется второй раз овер. Ладно. Вот сколько вы забрали. Запомнил тайминг, да? Запомнил тайминг. 11 минут было, да? 11 минуточек. Хорошо. 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 В девятку подъедем. Посмотрим, что там в девять будет. Пока что... Пока что тайминг не хочет работать на нас. Посмотрим, следующий тайминг сработает в нашу пользу или не сработает. Надеюсь, что сработает. Иначе будет очень грустно. Так, вот этого шафта вообще 0 хп должно быть, если он аптеку не завязал. Да. Правильно. Все верно. Все по информации работает. Так, Хантер. Хороший овердрайв прожимает. Прям шикарный овер. Меня застопил. Обездвижил. Уничтожил. Навалил. Так, едем наверх. Прожимаем овердрайв. Живем по максимуму. Если сливаемся, едем на центр, сразу снизу забираем овердрайв. Потому что остается минута. Как раз я раздам сейчас овер. И, ну, минутку пожить. Даже чуть меньше надо пожить. И тогда будет все very, very, very wonderful. Так, два выстрела с критом промазал. Третий хоть попал. Хотел по шафту первый же сразу выстрел дать. Но, к сожалению, шафт заныкался. Он понимал, наверное, что я овердрайв могу раздать. Он же видел, что у меня овер есть. Если гений мыслит, то он, в принципе, читал эту ситуацию. Так, остается 30 секунд до овердрайва. Что мы делаем? Окей, едем за овером. Смотрим, что будет на этот раз. На этот раз прокнет победитель по жизни или не прокнет. Сейчас увидим. Сейчас мы все вместе с вами узнаем. Так, где-то секунд 10 осталось до овердрайва. Может, даже уже меньше. Оп, хорошо. Мне в кабину прилетает, да? Так, рельсочка дает. Хороший выстрел. Так, оп, овердрайвик забрал. Ну, наконец-то. Хоть третий овердрайв забрал с этой катки. Это было вообще какое-то уже... Это уже даже не смешно было. Это уже даже грустно было бы. 84 килла, 500 очков у меня есть. Мне надо 1000. Мне надо 1000. Нужно не забывать, что мне нужна 1000. А чтобы дать здесь 1000... Мне надо сейчас занять позицию. Занять позицию и постараться как можно больше уничтожить. Ну, хорошо, там даже не то, что 1000. Там чуть меньше 1000. Это тоже очень может хорошо сыграть. Чтобы после этой катки у нас уже вся заданка была готова. Я так килл даю. Еду наверх. Вот это вообще самая жесткая позиция на этой карте. Вот это вот. Вот здесь вот, где я сейчас стою. Это самая жесткая позиция. Но, 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 но. Единственное, кто вас может выбивать прям жестко, это шафт. Если шафтов нету у противника, которые фокусят этот мост, то здесь можно чуть ли не весь бой простоять. Потому что вы любую стенку перекидываете, да, если грамотно играете, то решаете вообще любые вопросы. Прям любые вопросы. Так, мы едем на контроль овердрайва. У нас уже до овердрайва осталось 40 секунд даже, может, меньше. Едем на контролинг овердрайва. Здесь есть викинг какой-то. Здесь хоречек. Надо покидать по ним. Надо забирать эти фраги халявные. Эти фрифраги мне нужны. Так, один фрифраг есть. Давай второго фрифрага. Мне второго не забрал. Но урона нету. Это тоже хорошо. Еще он куда-ю. Шафт целится. Не ваншотает. Это хорошо, что у меня не ваншотает. Если ваншот, мол, было бы плохо. Так, сейчас будет овер. Не будет овер. Мне надо его как-то забрать. Оп, овердрайв. Надеюсь, что шафт не целится. Отлично. Забираем. Так, еще килл даем. Параллельно, попутно. 35 киллов, 630 очков. Остается 38 киллов до конца катки. Едем занимать верх. Едем забирать верх. У меня, в принципе, больше никаких возможностей других в этом бою нет. Мне нужно просто занять верх. И отверха уже стараться что-то накинуть. Что-то накинуть. Овердрайв как-то здесь прожать на своих тиммейтах. Там вот сейчас может тип под мостом откроется. Под овер. Не хочет он как-то повернуть. Нет. Желание не имеет. Плохо. Лучше бы у него было бы желание повернуть под меня. Ладно, сейчас Харек подъедет. Я ему разом. Если доживу. Если не дожил. Так, мне надо 300 очков. 300 очков. Как-то выбить 30 киллов и 300 очков. Это очень много, если честно. Это очень много. Очень большие цифры. Единственный момент, где я столько могу поднять, это прямо на вражеском респе. Вот прямо сейчас надо на вражеский респ заехать. И там уже стараться что-то, что-то накинуть. Больше у меня, по сути, здесь вариантов в этом бою нету. Как я могу столько очков дать? У вас по рельсу хорошая, ваншотная подъехала. Вот этот тип. Но мне надо, чтобы хоть кто-то дожил. О, доживи, 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 братик, доживи. Хорош. Красавчик раздал. Хотя бы этого заберу. Хотя бы я его и так бы, наверное, слил бы. Крутиться начал. Я думал, эта игра залагала. А это он решил исполнить лагающего цыпленка. Решил исполнить лагающего цыпленка. Как бы моментик. В моменте я его не слил. Раньше, кстати, так многие ребята делали. Прикинулся лагающим типом. И всё, и тебя заигнорили. Сколько модераторов теперь в битвах, в таких матчмейкинговых. Я в шоке. Всех банят постоянно. Офигеть. Нифига себе. На сутки, на неделю полетели кукурузы. Просто кукуруза улетает сразу. Сходу. Так, овердрайв у нас должен быть, не? По таймингу. Да, по таймингу должен быть овер. Должен быть овердрайв. Я же вроде не обсчитался. Должен быть овер. Может он же упал? Может быть, что он уже и был. Может быть, он уже был. Так, у нас осталось 8 килов. 8 килов. Не, по таймингу он, наверное, не успевал падать. Мне так кажется. Хотя, может, иду. Может, его вот этот у вас по фризер забрал. Так, опять какие-то подлаги. Не подлагивайте, пожалуйста. Не подлагивайте. Оп. Еще. Еще. Добавка. Хорошо. Полторушку всунул. Досрочка. Так. Я, походу, не добил, да? 855. Сотка осталась, если я не ошибаюсь. Да? Вроде сотик остался. Да, осталось 115. Ладно, быструю 115-ку делаем. Делаем быструю 115-ку. И все. И все, друзья. Отправляемся ходить. У нас осталось уже меньше, меньше 10 часов. Меньше 10 часов до окончания ивента. Соответственно, нам надо делать быстро ходы. Нам надо делать быстро ходы. И надеяться на то, что нас сегодня назад никто откидывать не будет. Мы просто долетим. Ну, мы должны долететь за такое большое количество хотя бы до первой планеты. И если я до нее дойду, если я до нее дойду, то, 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 плюсану, хотя бы там сколько, сотку танкойнов вроде дают. Если сотку танкойнов плюсану, то будет очень круто. Так, давайте. 150 очков. И все. Иливаем 150-ку, быструю. Желательно прям очень даже быструю 150-ку воткнуть здесь. И тогда мы можем уже двигаться к мини-игре. Так, давай, 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 давай. Оп, хорошо. Первый пассажир клюнул. Второй пассажир клюет. Клюет, должен клевать. Зонтик тоже суетит, смотрю. TDM только так. Только в путь TDM. Чел. И пофиг, там легенды, не легенды. Он работает как часы. Красавец, такие игроки мне нравятся. Работает только так. Уносит всех. Быстро на своем у вас по фрезе. О, легенда там, не легенда. Просто улетают эти кукурузы только в путь. 65 очков, так. 65 очков, овердрайв бы, овердрайв бы какой-нибудь, было бы неплохо, наверное. Ну ладно. А, вот пишет. Поманал шалеги. Ну, значит, все-таки. Значит, все-таки не сильный боец. Значит, я все-таки его перехвалил немножко. Офига мне Вика Езида сейчас быстро захавала. Да, конечно, неприятно, когда так происходит. Когда тебя просто берет и Вика Езида с вампиризмом уносит. Пши. Блин, нулевой урон стал очень долгий. Прям очень долгий нулевой урон. Прям очень долгий. С одной стороны, когда ты на респе, это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, когда ты боешь типа, ну, это смотрится прям очень печально. Прям максимально печально. Так, походу, мне придется доиграть даже до своего овердрайва, что уже начинают легенды меня респить потихой. Потихой начинается какой-то нагибэйшн со стороны противника. Этот нагибэйшн, конечно, меня не может устраивать. Если бы они меня как не фокусили, может, я бы уже все добил бы. Тут, конечно, неприятно. Очень-очень неприятно. Эту Езиду вообще попробуй слей. Попробуй слей эту Езиду. 85 очков. Давайте, ребяточки, 150 очков, быстрее. Я уже устал. Честно, честное слово, я устал. И полторушки в ТДМ. Я хотел ее, конечно, поменять, но это без доната. И менять за бабки заданки, при том раскладе, что мне эти бабки нужны, я не считаю, что это правильное решение. Но заданка тяжелая. Заданка, откровенно говоря, тяжелая. Довольно сложно полторушку бить. Ну, даже не то, что сложно, долго. Долго ее бить, эту полторушку. Все, юзаем овер. Я надеюсь, что 150 будет. Юзаю овер. Даю тиммейту. Бах. Добавку сразу кукурузы. Добавляю кукурузу. 145. Приколите, я сейчас 150 не добью. Выйду. А там мне не хватит. Вот это рофл будет. Или рискнуть, попробовать. Или дать 5 очков. Давайте вот это типа, наверное, унесу. Блин, он уезжает. Ладно, все. Рискую, 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 рискую. Надеюсь. Надеюсь, что там не 150 надо было, а 145. Все, хватает. Супер. Есть контакт. Есть контакт. Забираем бабки. Так, бабла чуть-чуть плюсанула. Это хорошо. Еще бы батаре... Ой, батарея, говорю. Аптека бы еще бы плюсанула. Я был бы тогда вообще безумно рад. Так, все. Заданок у нас больше здесь ничего нету. Ежедневные все выполнены. Недельные все выполнены. Так. Это есть контейнер. Мы забираем сюда бабки. Ну и все. Ну и все. Отправляемся в нашу мини-игру. Обновляю я ее. Надеюсь, что у нас появляется... Так, где только окно, которое мне надо. Оп. Надеюсь, что у нас все появляется. Так. Расширочку контентовую мы делаем. Почему она у меня не на фулл экран идет? Почему она идет чуть больше? Ну ладно, пофиг. Так, вебочку мы чуть-чуть сюда опускаем. Ну и что у нас имеется, друзья? У нас имеется 276 конфет. 276. Обновлю еще раз. Вдруг не появилось. Нет, все появилось. 276 конфет. Именно это количество сегодня у нас летит на хода. Смотрим, докуда мы дойдем. Ни одного хода я еще, как вы видите, не сделал на этом аккаунте. Поехали. Поехали. Полетели. Смотрим, докуда дойдем. Первый пошел. Первая кукуруза полетела. Сразу краску мы получили. На дорогу вышел. Плюс еще один. Сюда. Хорошо. Хорошо. Бабло полетело. Плюс 500. Бабки. Плюс 2. Бабки. Тоже неплохо. Если бы минусов вообще не было бы. Было бы вообще, наверное, шикарно. Ну ладно, все, я понял. Я понял. Он меня сразу потушил этот остров. Он меня сразу потушил. Он мне сразу сказал, да-да, сейчас тебе не будет минус 2. Конечно, размечтался. Ладно. Плюс 2 возвращения. Это еще 10 тонкоинов. Это хорошо. Но главное мне пройти его. Если я пройду, то будет супер. Главное, чтобы я его дошел до конца. Этот круг. Пока идет неплохо, кстати. Пока идет очень даже неплохо. 16. Один раз минус 2 только было, да? Один раз минус 2. Плюс 1. Хорошо. Кукурузим. Кукурузим. Еще 10 тонкоинов. Стабильный плюс 1. Стабильный плюс 1. Еще 200 конфет у меня есть. Кристаллов, кстати, тоже здесь может насыпать. Ооо, минус 2. Это грустно. Это очень-очень грустно. Два раза минус 2 уже. А вот приколите, если я даже первую планету не пройду. Блин, это будет прям вообще тилтовая тема. Если я за все заданки, которые выполнял, мне еще по итогу не хватит. Это нечестно. Это нечестно, несправедливо и грустно одновременно. Плюс двоечку. Хорошо. Плюс голд заформил. Ой-ой-ой. Резко кидает. Еще плюс двоечка. 10 осталось. 10 осталось. Еще десятка танкойнов. Это только не минус 2. Хорошо. Плюс 2 сюда. Шикарно. 8 островов. И у меня уже начинает нравиться эта игра. Надеюсь, что сейчас минус 2 не будет. Хорошо. Плюс 1. 7 островов. 7 островов. Супер. 60 танкойнов я уже форманул. И это минус 2. Я понял. 9 островов. Едем назад. У нас 140. Еще конфет есть. Это еще. О, нет. О, нет. Ну, нет. Ну, я только сказал, что она мне нравится эта игра. Ну, только сказал, что она мне нравится. Ну, куда ты кукурузишь так? Плюс 2 давай. Возвращай обратно. И давай танкойны. Возвращай обратно и давай танкойны сюда. Танкойны. Танкойны. Плюс 1. Давай танкойны. 8 островов. 8 островов. 8. У меня осталось уже 100. 108. 7 островов. Я, походу, здесь уже был, да? Да. Вроде тут я уже был. Только не минус 2. Плюс 1. Хорошо. 6 островов. 6 островов это уже очень хорошие цифры. Давай сюда быстро еще. Плюс 2. Супер. 4 острова. Супер. Супер. У меня еще целых 10 ходов может остаться. Если сейчас меня не минус 1. 4 острова. 3 острова. 3 острова. 70 танкойнов. 80 танкойнов. Нифига себе. Блин, так у меня хватает уже, знаете, на что, друзья? У меня хватает 2 острова. Сейчас, если минус не дает, то я уже прошел первый круг. Да, все. Изи. Изи. Первый круг готовый. Сюда. С этого одного острова я ни разу не видел, что подкидывал назад. И сейчас меня тоже не откинет. Да, плюс 1. Стабильно. Супер. 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 Шикарно. Шикарно. Еще и 5 оверов мне сверху дали. Еще и 5 оверов дали. Еще и 3 голда. 80 танкойнов. Супер. Еще и 100 батареек и 5000. Шикарно. Шикарно. Но эти конфеты я уже просто вкидываю. Потому что я понимаю, что мне все равно не хватит. Но просто вкидываю. Просто вкину. Ну так, посмотреть хотя бы. Куда бы я мог докукурузить. Куда бы я мог докукурузить. Ну по сути их можно даже было бы уже наверное и не вкидывать. Потому что все равно дойти по ней до конца никаким образом не хватит. Ну так, чисто посмотреть хотя бы. Сколько островов останется? 17. Здесь уже по сотику дает. 17. 16. Ни одного минуса назад сейчас не будет, да? Здесь смотрите, сейчас ни разу не минуса нет. Это специальный байт. Это просто байт на то, чтобы я шел. Но. 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 У меня такой возможности уже больше нет. Ну да. Байтит жестко. Байтит жестко. 14 островов. 14 островов за 34 хода. Это конечно круто. Круто. Но то, что я хотел. То, что я хотел. Мы вместе с вами получили 80 танкойнов. Переключаемся вот сюда. И мне танкойны уже добавили. Офигеть. Даже без обновлений, без никаких. Сразу танкойны добавляются. Как это так работает? Я не знаю. 380 танкойнов у меня стало. Плюс я еще форманул 3 голда. И немножко кристаллов. Как-то так, друзья. Как-то так. На этом мы будем заканчивать нашу серию. Как вы видите. Просто на заданках можно было пройти один круг. И заработать около сотика танкойнов. Я считаю, что для такого бездонат аккаунта. Соточка танкойнов халявно. Это нормальная достойная прибыль. Поэтому поддерживайте, друзья, видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вы вдруг не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Также, если вдруг вам интересна эта рубрика и вы не видели предыдущие серии. У нас есть отдельный плейлист на канале. От 1 до 15 получается. Это уже у нас 16 до 16 серии. Плейлист со всеми сериями. Где вы можете посмотреть, если вам все это дело, конечно же, интересно. Ну и не забывайте, что каждые 10 лайков это по-прежнему открытие одного контейнера. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.